Добрый день, меня зовут Курмсович Андрей, я представляю компанию WestNet. Сегодня я расскажу вам о DUDE, системе мониторинга. Собственно, я уже упоминал предыдущий докладчик, и с утра тоже об этом говорили. Только там бы это было на примере Zabbix. Собственно, почему именно DUDE, а не тот же самый Zabbix или Cacti? Во-первых, это простая установка. То есть любой, кто может установить и запустить Winbox, способен работать с DUDE. Во-вторых, это простое конфигурирование. То есть не надо лезть ни в какие конфиги. Все доступно, понятно, есть понятный интерфейс. Настройка уведомлений также, это буквально два клика. Карта сети, вот вы, собственно, можете видеть ее справа. То есть это то, что мы получаем сразу после установки. Быстрый доступ к устройствам сети – это то, за что мне нравится конкретно DUDE, в отличие от того же Zabbix, хотя пользуюсь я на самом деле обоими системами. В частности, можно в два клика получить доступ к устройству. То есть открыть Winbox, который сразу же авторизовался. Точно так же можно получить доступ к Linux серверам. Ну и главное – это бесплатность. То есть, в частности, если мы ставим DUDE не на виртуальную машину, а на какое-то устройство, то, соответственно, у нас вообще никаких проблем нету. Лицензия общая. Собственно, основная часть моего доклада – это в том, как это все устанавливается, насколько это все просто. То есть, будет всего четыре этапа. То есть установка, включение, обнаружение и настройка дополнительных параметров, которые, в принципе, может поддерживать DUDE. Собственно, первым делом зайдем на сайт Mikrotik, скачаем пакет под нужную архитектуру. В моем случае это был ARM. Все это проделывал на HPC квадрат. То есть, в принципе, если вам интересно, вы можете также посмотреть на него у нас на стенде. Он там и продается. Скачали, распаковали, перенесли в Winbox. Как я сказал, что любой, кто справляется с Winbox, может справиться и установка DUDE. Перезагружаем. Собственно, все. У нас уже установлен DUDE. Остается только его включить. Собственно, опять же, в Winbox заходим в раздел DUDE, Settings, ставим галочку Enabled. Все. У нас полностью готова система мониторинга. Осталось только… Да, в принципе, уже все. Система готова к работе. Качаем клиент. Все с того же сайта Mikrotik.com. Качаем, устанавливаем. При первом запуске клиента, при первом подключении, появится окошко с обнаружением устройств. Сразу отмечу, что там по дефолту стоит обнаружить нулевую подсеть. То есть просканировать все устройства. Провайдеры у нас никак не работают над тем, чтобы закрыть доступ между клиентскими устройствами. Поэтому, начав сканить всю подсеть, мы выйдем в сеть провайдера и получим несколько тысяч устройств на своей карте сети. Это никому не надо. Поэтому сразу же убираем обязательно нули и ставим только вашу подсеть. Собственно, после сканирования, в данном случае сейчас отвлекусь еще назад, в нижней части есть discovery mode. Можно как быстро по пингу просканировать сеть, так и поставить более сложный скан. В данном случае будут сканироваться остальные сервисы, такие как веб-сервера, SSH, TUNET и прочее. Ну, в данном случае мы поставили fastping и все. Вот по результатам сканирования я получил сеть. То есть он сразу определил, где у меня Wi-Fi линки, где у меня туннельные линки. Они в данном случае пунктиром отмечены. Собственно, все, можно работать, можно мониторить. То есть мы повесили на отдельный экран, смотрим, где-то что-то упало, реагируем. Но это не всегда удобно. То есть часто мы не в офисе, мы не за компьютером, поэтому нам надо получить уведомление на ту же самую почту. Такую, она доступнее всего. Настройка почты тоже на самом деле много времени не занимает. В левой части дюда раздел notifications, выбираем notifications с типом email и заполняем данные, как, собственно, на слайде. То есть сервер, почта, от кого, кому и пароль. Все. Почта тоже не настоящая. Сами уведомления, то есть это мы настроили почту, сами уведомления включаются непосредственно на каждом устройстве. То есть чтобы не получилось такого, что мы насканили 100 устройств, и 100 устройств резко выключились, отправили нам по письму, мы просто... Сделано так, что на каждое устройство мы отдельно включаем его. То есть выбираем какой-либо сервер, чаще всего за ними нам надо следить. Двойным щелчком на карте заходим в него, вторая вкладка, и просто ставим нужные галочки напротив тех уведомлений, которые нам интересны. В данном случае мы поставили галочку notifications, все, нам будет на почту приходить уведомление, когда до сервера пропала связь и появилась вновь. Теперь чуть подробнее о том, почему мне нравится DUDE больше, чем Zabbix. Вот конкретно из раздела Tools. На той же карте сети, если нажать правой клавишей мыши, есть сплавивающее меню, и там раздел Tools. Это программы для быстрого запуска. То есть в данном случае здесь показаны два примера, как быстро подключиться винбоксом к конкретному устройству. То есть если у нас большой парк микротиков, мы в два клика открываем винбокс на нужном микротике с нужными параметрами. То же самое и с PuTTY. В данном случае это SSH. То есть есть Linuxervac, открываем его, подключаемся, все, у нас авторизация есть. Единственный недостаток – это то, что пароли в данном случае передаются открытым текстом. То есть в случае, если у вас какой-то подмененный файл в винбокс.exe или PuTTY.exe, то это уязвимость. Но в случае, если у вас подмененный файл в винбокс, то стоит заботиться уже не о сети, а о том, что происходит у вас на компьютере. То есть кто-нибудь имеет к нему доступ. На данный момент я описал основные возможности, которыми я пользуюсь повседневно. То есть возможностей на самом деле больше. В частности, это использование скриптов. Опять же, можно отправить смс-ку по ситуации. То есть смс-ку через модем, который вставлен в этот же микротик. Для этого используется и скриптовый язык router.os. То есть пара скриптов, если получили смс-ку. Единый сервер логирования, syslog. То есть подключаем к нашему дюду несколько микротиков, и в одном месте мы можем прочитать все логи со всех микротиков и не только. То есть тот же Linux можно настроить на отправку логов на отдельный сервер лог. Сервер обновлений, в данном случае я, к сожалению, не пометил, это для, соответственно, микротиков. То есть мы заливаем нужные нам пакеты, и также в меню на карте сети мы можем обновить нужный микротик в 2-3 нажатия. Ну и мониторинг сети через агентов. Это я уже расскажу на отдельном слайде. Там нужно показать карту. Собственно, в данном случае я использовал не смс-оповещение, а банальную перезагрузку камеры. Это можно, конечно, сделать и через тот же самый Watchdog, Netwatch, или просто через скрипты, но все те же самые скрипты поддерживает и дюд. То есть дюд смотрит, что камера пропала, в частности, пинг до нее, выполняет данный скрипт, и камера перезагружается. Сис-лог тут еще проще. По умолчанию в дюде сис-лог уже включен. Соответственно, все, что нам требуется сделать, это зайти на микротик, с которым мы хотим собирать данные, и настроить отдельный экшен. Я в данном случае его назвал дюд. Тип-ремоут, айпишник и все. Затем только уже настраивать топики, которые нам надо собирать. То есть инфо нам чаще всего собирать не надо, собираем поэтому error, critical. И все, как я уже сказал, будет в отдельном большом логе, где в начале каждой стоки будет указано, с какого микротика прилетело это событие. Сервер обновлений, о котором я говорил раньше, для микротиков, к сожалению, в свежих версиях дюда убрали возможность загружать файлы именно через дюд-клиент. Все это делается через винбокс. Качаем с сайта нужную нам прошивку. Пакеты через винбокс кладем в папку files, раздела дюд, и они у нас отобразятся в дюд-клиенте в packages. Соответственно, на правой картинке видно, как они обновляются. То есть выбираем апгрейд и просто версию прошивки. То есть мы также можем поддерживать несколько различных прошивок. То есть в случаях, когда сложные конфигурации привязаны к конкретной версии роутеру S. В частности, когда было изменение бриджа. Многие не хотели переходить, потому что просто боялись. Последствия могут быть очень жестоки. И вот случай монитора не с сервера дюда. В данном случае роутер A имеет связь с роутером B. И все, маршрутов в сеть роутера B никаких нет. В этом случае мы все равно можем мониторить все устройства роутера B за счет того, что мы можем указать агента, с которого будет происходить мониторинг. Все агенты также должны являться роутер S. Соответственно, здесь мы указали. Ну, в принципе, здесь все понятно. То есть на устройстве, которое мы мониторим, мы просто указываем агента, с которого должны приходить запросы и мониториться. Собственно, это по большой части все, что я хотел вам рассказать. Какие-то вопросы, дополнения? Несколько архитектур обновления поддерживает? Да, есть. Как однако называются? Да. Файлы называются по-разному. Ну, в пайфпеке… Да, архитектура есть название, и также там есть отдельный столбик с архитектурой, собственно. Ну, вот я его вижу. Да-да-да, вот я могу вернуть. Где он тут? Далеко улистал. Еще больше возможностей. Вот оно. То есть у нас вот третий, четвертый столбик как раз архитектура. Да, но название файлов. Название файлов на самом микротике, они содержат в себе архитектуру. Это они так уже определяются в DUDE. Проектируют, да? Да, да. По SNMP можно ли мониторить другие устройства? Да, вот это, кстати, правильный очень вопрос. То есть принтера, например, который тот же Zabex можно мониторить и получать информацию с него. Да. Возможно ли это в DUDE? DUDE со всеми остальными устройствами DUDE работает по SNMP. То есть все уиды мы можем описать вручную. Также на форуме микротика много уже чего описано. То есть добавление несложное. То есть в левой части, в разделе пробы, мы можем добавить. Все, тогда больше вопросов нет. Вопрос такой. К файлу у СИСТО как-то есть? К файлу СИСТО как-то сходу, честно, не скажу. Это надо смотреть отдельно. Еще вопрос есть. Использую ZEDUDE еще с Windows-версии. И сейчас наблюдаю такие проблемы, как это перезагрузка самого сервера, рандомная, и отвалы клиента, и пропадание русскоязычных шрифтов, уже добавленных. Это вот на последних версиях. Использую X86. На виртуалке. С таким сталкивались? На виртуалке у нас DUDE сдаёт, но таких проблем не наблюдали. А сколько устройств у вас? Порядка 200. У нас около 400. Ну, у нас на самом деле именно DUDE на такую большую сеть стоит недолго, то есть, наверное, с полгода. Но таких проблем не наблюдалось. Есть еще на ARM 25 устройств идеально. Ну, вот 400 на X86 и шрифты еще. Что бы вы посоветовали? Так, уже последняя версия, то есть, уже все обновлено, правильно? Да, 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 все обновлено, 64. Ну, это можно отдельно, вот после доклада моего можно поговорить, подумать, потому что сходу, честно говоря, пока идеи нету. Но, откровенно говоря, DUDE я рекомендовал бы использовать для все-таки небольших организаций. Во-первых, за счет того, что вот предыдущий докладчик, Андрей, рассказал о, если много устройств, то слишком жестокая запись на флешку. То есть, в случае с виртуалками это все-таки не актуально, потому что за виртуалки чаще всего, ну, не чаще всего, но в большинстве своем сейчас отвечают облачные хранилища. А виртуалка свои? Ну, я условно говорю, я уже в общем. Ваш случай надо разбирать отдельно, сходу я не скажу. Честно, у меня с DUDE проблем не было ни разу. Единственная проблема была, когда я случайно сделал discovery на нулевую подсеть. Так как виртуалка была тестовая, лицензию я туда еще не добавлял, то обратно зайти через клиент мне потребовалось, наверное, час времени, он у меня загружался. Ну, понял, все хорошо, спасибо. Спасибо. Спасибо.